Делаем из нее тампон, белило, розовый, пинк. Выше середины наберем пятно цветков. Почему тряпкой? Тряпка собирает лишнее вещество с холста, впитывая его в себя. Это даст удобство для выписки лепестков. Это будет более удобно для выписки лепестков. Кистью paintbrush. Возьмем черный и изумрудную. И примерные очертания темной зелени. Добавим немного желтого. Добавим. Вытянем стволы. Подожду, когда вы выполните. Стекло. Это муть, увенчанная бликом. Взял голубой. Немного охры. Примерные очертания. А дальше муть. А дальше муть. 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 Можно для настроения дать пару бликов. Возьмем белило, нашей большой кистью, уложим лежачую плоскость. Свет идет отсюда туда, поэтому здесь расположилась тень. Из-под теневой свет дает эффект дальнего пространства. Теневая здесь и из-под нее свет. То же самое здесь. Здесь можно и мутно, а здесь лучше подрезать. И дать даже жесткость рисунка. Это натюрмортные изобретения. Дырки просветов. Далее. 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 Продолжение следует... Дырки создали тоже пространство, воздух... Несколько лепестков... В том числе мелких... Тени от них на плоскости... Которые имеют цвет... Тени... Which have the color of the shadow... Тени... 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 edge of the canvas, but on the left it doesn't. Можно здесь еще чуть-чуть было бы порисовать, но в принципе задача решена. Я готов с вами пообщаться на предмет возникающих проблем. I'm ready to communicate with you right now about absolutely any questions. Ободок, да, чуть-чуть виден, чуть-чуть виден ободок. Ага, надо. Here's the question about the outline of the bottom of the jar, of the vase. Вот он где-то здесь берет начало, мне сбоку конечно не очень удобно это делать. Можно кстати и на нем тоже блик, кто захочет попробуйте, но я не хочу слишком много будет белых. Они будут спорить между собой. Ну, в этой части у вас, здесь тоже может быть флэр, но не слишком много. Спасибо за внимание! Продолжение следует...